Мир Юрского периода Был фильм про динозавров Я на него пошел, потому что динозавры это круто Потому что я вырос в то время, когда динозавры это были круто Вот почему-то в 80-е, короче, начало 90-х Динозавры это было очень круто И все все делали про динозавров А сейчас про динозавров делает, наверное, только одна студия Только чтобы накормиться, короче, на нашей ностальгии И да, вот плохая такая тенденция, нехорошая На чувствах питаются, как какие-то энергетические вампиры Если описывать фильм вкратце То можно сказать, что это Придуманная маркетологами Жвачка со вкусом хуйни Тупизны С ГМО Но без, короче, какой-либо фантазии, изобретательности Все, типа, просчитано Чтобы, короче, родители и их детишки были довольны Да, на сеансе было куча детей и их родителей Маленькие-маленькие детки Такие, не знаю, старшего детсадовского возраста, наверное Которые задавали кучу тупых вопросов Но сидели в основном достаточно тихо, да А их родители пяли телефон, короче Как всегда, я терпеть не могу Людей, которые, включая телефон, начинают тебе светить в глаз, блядь Просматривая свои соцсети или чего там еще Потому что им на этот фильм насрать Они притащили своих детей посмотреть на динозавров С одной стороны, это хорошо Мне нравится, что эту идею продвигают в массы Может быть, вырастет какой-нибудь палеонтолог Или типа того Ну, естественно, проблема в том, что если раньше этот фильм был Революционным, типа Бежал впереди паровоза истории Там что-то там продвигал Там новые идеи и прочее говно Сейчас это просто Он застрял в своих же рамках, которые Он, короче, обусловлен теперь Правилами, которые он задал Сколько там, в общем, в 93-м году То, что в 93-м году было круто Сейчас это уже не очень Ну и опять же, этот фильм Боится сделать что-то другое Это, опять же, на мой взгляд Одна из главных проблем Потому что пятая часть А у нас все то же самое Люди, ё-моё, убегают от динозавров Но с некоторым отличием О котором я скажу чуть позже Я давно не смотрел вторую часть Которая называется «Затерянный мир» Чтобы вообще окончательно всех запутать Кому нужна нормальная нумерация Точно не нам Но я все время испытывал Какое-то чувство дежавю Мне кажется, этот фильм Очень похож на «Затерянный мир» Опять там люди что-то Приезжают на остров Чтобы увезти динозавров Злые там эти военные Как всегда, траля-ля И также фильм разделен на две части У нас есть часть, которая происходит На острове У нас есть часть, которая происходит На материке По крайней мере, я так понял Ведь на материке, да? Такой странный особняк Черт знает где Расположен С таким, знаете Английским вкусом Ну или может быть старо-английским Ново-английским Ново-английским У нас же дело в Америке Так о чем я? А, да, да Сюжет Ничего нового не могут сделать Ну вот смотрите Предыдущий фильм, как я говорил Опять же, плохо помню Но мне кажется, я сказал что-то из разряда Смотреть стоит ради последних 10 минут Ради этого совершенно сумасшедшего Идиотского Поединка между Рапторами и Индоминус Йо-моё, Рексом Ну да, посмеялись, посмеялись Мета-юмор Ха-ха-ха Вы типа злая мега-корпорация Которая делает страшные ремейки Чтобы Утолить Жажду Тупых народных масс Которым подавай Больше, страшнее И так далее Понятно Ха-ха-ха Второй раз это не так смешно Поэтому я бы сказал бы, что Надо смотреть только первые 10 минут А потом можно уходить Вот первые 10 минут мне понравились очень Там опускается вот эта Какая-то маленькая подводная лодка Чтобы найти кости Индоминуса Рекса Чтоб там Излечь его ДНК И что-то в этом роде Идет дождь Очень классный дождь Я сразу вспоминаю Ха-ха Я сразу вспоминаю первый фильм Эту сцену с Господи Как это место называется Куда корабли На пристани Все очень круто И там Ё-моё, люди Сначала там появляется Страшный Мазазавр Потом появляется Страшный Терекс И они от Терекса Так убегают Вообще вот эта сцена Погони Сделано очень круто И с неожиданным концом Очень классно Вот этот мне момент понравился Вот этот мне в фильме Больше всего понравился Дальше Опять же Какие-то Совершенно Вот люди Ты просто на них смотришь И видишь актеров Опять же Большая проблема Для некоторых людей У некоторых такой проблемы нет Но я смотрю на Криса Претта Я вижу Звездного Лорда Ну или того же Криса Претта Я смотрю на Не знаю Вторую Это Как это у нас Главная мужская роль Главная женская роль И вижу Я знаю Что это не та актриса Но я вижу Пейпер Поттс Хотя на самом деле Это Гвен Стейси Но я ее в дальнейшем Буду называть Либо Пейпер Поттс Либо Клер У нас есть также Главная Е-мое Ребяческая роль Она появляется На второй половине фильма Ну опять же Попытка скопировать Е-мое Первый паркерского периода Нам нужны дети Которые будут бегать От велосипедов И прятаться в шкафу И так далее Все вот это Копирование От различных элементов Опять же продолжается Вид через зеркало Заднего вида Когда появляются Зауроподы Обязательно надо выйти Из машины И делать так Мы никогда Зауроподов не видели Ну может быть Они прав Никогда не видели Только по телевизору Ну да Но это как бы Обязательный чек-лист Который надо проверить Канонический Е-мое Рык Терекса Какие-то там Наверняка Прочие сцены Которые я сейчас Не могу Вспомнить Но опять же Все время вот тебе Знаете Какое-то такое Чувствуешь себя Человеком Которого что-ли Гипнотизируют Которому знаете Лезут в подкорку Что типа Вот помнишь Хороший фильм Помнишь Мы из него Что-нибудь возьмем И у тебя На подсознательном Уровне сложится Связь Вот ты типа Как-то проложишь Такой Да наверное Это неплохо Что-то Я ожидал Что сейчас Кто-то будет Е-мое Зеленое желе Жрать Обожаю Зеленое желе Вот Одно из самых Ярких воспоминаний В детстве Мне так нравилось Это желе Ну так вот Говоря о зеленых Клэр Клэр Редфилд Да У меня фамилия не Редфилд Но мне нравится Фамилия Редфилд Так вот Клэр Редфилд Если раньше она была Типа Холодный бизнес Е-мое Вумен То теперь она Почему-то резко Стала зеленой Супер зеленой Она там живет В этом хипстерском Каком-то помещении Вместе с своими Молодыми Хиповыми Е-мое Друзьями Которые Спасают динозавров От вымирания Никого конечно Не волнует Что это Гребанные Мутанты Собранные Е-мое В каких-то Подземных Лабораториях Амбреллы Нет Типа Мы должны Спасти животинок И так далее Потому что Хотя я даже не знаю Как они их Собираются спасать И вообще Смысл их спасать Учитывая то Что все они Самки Нам повторяют Десять тысяч Миллиардов Раз что все Динозавры Самки Ну так что Как бы Это дело Изначально обреченное На провал Во-вторых Они все равно Там умирают Живут на своем Острове И там у них Гаити Хотя называется он Нублар На извержение вулкана Короче ужас Надо вывозить Животинок И к ней Обращаются Злой Бизнесмен Который Распоряжается Фондом Хамонда Покойного Я так понял И говорит что Да мы типа Собираемся Вывести вот Динозавров И отвезти их В заповедник Где им будет Очень классно И сейчас Короче придумайте Какую-нибудь Клабасную Ложь про заповедник Да Естественно Ни черта Они это делать Не собираются Они собираются Динозавров Вывести И использовать В военных целях Потому что Использовать Животных В военных целях Это очень круто Все мы конечно Помним Тигровые дивизии Крокодильи Батальоны И китовые Роты Я не знаю Слоники Да И отделение Слоников Я не знаю Чем это Бусон Это почти такая Же тупая идея Как использовать В качестве Солдат Зинаморфов Или зомби Хотя зомби Кажется Более правдоподобным Да И она обращается Крису Прэту С Крисом Прэтом Они тут же Ё-моё Я так понимаю После первого фильма Же расстались Поэтому на статус-кво Ничего типа не изменилось Никакого развития Нету Как бы мы Все начинаем Опять же С той же точки Крис Прэт не хочет ехать Вроде бы круто Все что Можно сделать ожидаемое Они делают ожидаемое Да Мы собираемся Тех же людей Они отправляются Все туда же Делают Ту же фигню Вы помните Ё-моё Этого динозавра Вот этот динозавр Того динозавра Вот этот динозавр Вот вам Крис Прэт Вот вам Ё-моё Клэр Редфилд И так далее Не хочет он туда ехать Но она ему говорит Что же ты За животное такое Там же тебя ждет Твоя любимая Блю И он такой Ночью сидит Пьет пиво Бадвайзер И смотрит на своем Макбуке Ё-моё В Как это у них называется Прямо В квиктайме Да В квиктайме Записи с Блю Смотрит И плачет И плачет Крис Прэт Ему хочется К своей Любимой Блю И он отправляется На остров Ну а дальше Собственно у нас Начинается кино Это было такое Предисловие Да Если Вы еще Не определились С тем Стоит ли идти Смотреть этот фильм Или не стоит Я бы сказал так Лично для меня Фильм Мир Юрского Периода 2 Все-таки Поставил крест На франшизе Франшизе Или как там Это правильно Произносить Будет третий фильм Я в первые дни На него точно не пойду Я дождусь рецензии Если вот они Мне там скажут Что что-то Произошло Что-то невероятное Что они как-то Суперкруто Это обыграли Например то Что вот нам Показывают Этих зеленых Но эти зеленые Идут Ё-моё Пикетировать Не знаю InGen Industries И на них выпускают Былых рапторов Которые Нет-нет-нет-нет Слишком Не-не-не Это будет в стиле фильма Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет индо-индо-минус раптор. Он индо-плюс раптор. На самом деле, даже без плюса никак не мог это... Он, знаете, он реально злодей. У него прям что-то заложено подсознание, что он ведет себя именно как маньяк из слэшера. Преследует жертв, там, знаете, и он хитрый, сука. Умеет, типа, притворяться мертвым, там, лазать по крышам, открывать дверь, он все может, он жутко страшный и так далее. У него такие серповидные здоровые лопищи. Хотите посмотреть на эту зверушку? Опять же, мне и графон как-то не зашел. Возможно, дело в том, что они слишком много показывали динозавров, слишком хорошо освещенными и так далее, но мне даже показалось, что графон сделан как-то на... на отъебись, в общем. Может быть, я зажался, может быть, я старый стал, но как выглядят динозавры мне не очень понравилось. По-моему, какой-то уровень канала Discovery. А-а-а. Ну что ж, продолжаем наш пересказ фильма. Где мы остановились? А да, приехали на остров поймать эту динозавриху, ё-моё синюю. Крис Прэтт, о, привет, типа, давно не видишь? Она такая... Ей, пф, вкалывают транквилизатор, и Крис Прэтт такой, типа, не-не, что вы делаете, изверги? Назад, назад! Ее, типа, усыпили, и Крис Прэтта заодно тоже усыпили, и оставили помирать на острове. Зачем? Я не знаю! Опять же, экспедиция организована совершенно через жопу, очень обидно. Такой... Ну вот смотрите, они едут на этот остров, у них с собой нет даже медперсонала. Казалось бы, совершенно элементарные вещи. Единственный врач оказывается случайный, и ее, типа, тоже хотят, типа, застрелить. Хотя ее хотят застрелить по-настоящему. Крис Прэтт, но так как он звезда, его все-таки усыпляют. Ну а так как она расходный материал, по идее, ну, че там, где-то на вторых ролях, ее все-таки можно пристрелить. Но она говорит, «Ах, вы подстрелили динозавра?» А Блу, правда, подстрелили, потому что она там начала что-то кусаться, на одного наемника кинулась. Опять же, добрые динозавры кидаются только на наемников и бизнесменов. Только на злодеев. Злые динозавры жрут всех. Но только проблема в том, что злых динозавров у нас только одна штука, и он специально генетически выведенный. ЗЛЫМ Так вот, да, кидается наемника. Кстати, за весь фильм Блю не сожрала ни одного человека. Вы спросите, а сколько вообще людей сожрали? Сейчас, возможно, будет большой спойлер. За весь фильм не сожрали ни одного главного героя. Я подсчитал, всего за фильм погибло где-то 14 человек. Из них динозаврами съеден один. Даже пополам. Это корнозавр с тирексом разделили одного бизнесмена в конце. Этот мамозавр, мезозавр, в общем, большой водный ящер, который не динозавр, слопал троих. Два из них погибли за кадром. Птерозавры там покидали парочку человек. Несколько человек затоптали, возможно. Да, кстати, совсем забыла, еще одного дедушку, который на самом деле не дедушка, а так просто старичок, задушили подушкой за кадром. Но основную лепту в уничтожение людей все-таки приложил Индоминус Раптор. Индораптор. Дурацкое название, ё-моё. Вообще, дурацкий динозавр это дурацкий, ё-моё. Повод для его существования. Опять же, ё-моё. Ну, мы смотрели этот фильм. Он назывался Мир Юрского периода. Там уже был генетически модифицированный динозавр. Теперь тот же самый Индоминус Рекс, только тупее, потому что он не умеет быть невидимым. И меньше. Вот он сожрал шестерых. Причём прочие динозавры, они, знаете, они обычно кого-нибудь там, они только убивают и уходят. Их как бы жрачка не интересует. А Индоминус, он именно жрёт. Он прям заглатывает. Вот единственный динозавр, который вот именно сожрал человека и прям это сделал на камеру, господи, какая неожиданность. Поэтому папашке, который сидел справа, пришлось закрывать ребёнка от этого ужаса. Это уже было ближе к концу, и он сожрал, конечно, самого главного, самого плохого военного, ё-моё, нашего человека. Что-то там какой-то армейский тип, я не знаю. Его назвал Крис Претт Чингачкуком. Я его тоже могу назвать Чингачкуком. Оставляют Крис Претта умирать на острове. Но он быстро отходит от транквилизатора, потому что ему там лаву уже начинает обжигать ботинки, и он перекувырковывается, перекувырковывается, встаёт, типа, и бежит, бежит, бежит вместе с другими динозаврами. Он бежит, гигантский стампит, ё-моё, всё стадо, вся, короче, популяция динозавров бежит. И она бежит к обрыву, естественно, как Лемминги. Там к ним присоединяется Клэр и Токен Блэк Гай. Но он настолько бледный, что даже на Токен Блэк, ё-моё, не тянет, поэтому, наверное, его и не убили. Господи, это был самый противный персонаж во всём фильме. Весь фильм. Окей. Первую половину фильма. Он только и делал, что ныл, визжал и жаловался. Причём, визжал таким высоким фальцетом, что, короче, это было выше, чем у Редфилд. Клэр. И я вслух, господи, быстрее бы его сажали, быстрее бы его сажали, быстрее бы его сажали, но я знал, что его не сажут, потому что они не могут это сделать, потому что, если они его сажут, то они, типа, сажут, типа, чёрного, типа, первым, а это, типа, как это сказать, это, типа, уже неправильно, так уже, типа, нельзя делать. Да. Ну, надежда билась, короче, во мне. Но нет, это не тот фильм, который умеет удивлять. Они, кстати, знаете, откуда бежали? Они бежали из подземной, ё-моё, бункера. Опять же, их зачем-то закрыли в помещении, зачем это сделали, я не знаю, почему их нельзя было с собой взять, какие свидетель... В конце концов, я не знаю, то, что они делают, это законно или незаконно? Вообще, распространяются ли у нас вообще фильм начинает и заканчивается, ё-моё, сценой в здании суда. Там, где сидит Джефф Голдблум, и я вам, типа, скажу, он не покидает это здание суда. Вот такое использование персонажа, актера и так далее. И он впаривает там какую-то свою херню про теорию хаоса опять. Причем, написано хреново, либо же переведено, я не знаю, какую-то совершенно нелепицу в ступе толчет. Это его вклад в фильм. Опять же, очень обидно. Я все-таки надеялся, что если у нас есть Голдблум, то мы его хоть как-то задействуем. А тут Голдблум просто пришел, ё-моё, в комнату, начитал свой текст и ушел. Ну, в принципе, как я. Вот это, типа, все участие Голдблума в фильме. А где мы были? Ах, да. Их заперли, короче, в помещении, туда, типа, заливается лава, льется, льется вообще, там, извержение, все летает и так далее. Но лавы мало. Туда еще динозавр забирается. Он видит, что там, короче, потоки лавы, он, быстрее сюда, быстрее сюда. Все динозавры так себя ведут. Ведут, короче, лаву, их интересуют вещи. Если что-то, типа, есть живое, и если есть лава, лава есть, они бегут на лаву. Что-то живое, они бегут чему-то живому. Бегут, спасаются эти, короче, динозавры. Какой-нибудь хищник видит другого и бежит дальше, и бежит дальше. Что это за поведение? Этот там, корнозавр, типа, видит, о, жрачка, жрачка, людишки, ням-ням-ням-ням-ням. Этот, появляется тернозавр. Хрязь, корнозавров. И нету больше корнозавра. Там извержение бежит, пофиг, е-мое, надо, короче, сделать крутой кадр. Кстати, про дуэль корнозавра и тернозавра. Вот смотрите, вот эта классная вещь называется спинозавр. Никто не знает толком, как эта собака выглядела. Но, допустим, в парке юрского периода 3 он выглядел примерно вот так. Так вот, официально считается, что спинозавр, короче, если там были какие-то популяции, они вымерли. Они вымерли, вымерли. Нет, больше тернозавра. Пусть тернозавра. Спинозавров парка юрских. Что мы скажем нашим детям? Куда мы делим нашего спинозавра? Вот настолько они пытаются угодить всем. Вам не нравится спинозавр? Нету спинозавра. И больше вы его не увидите. Скажите нам спасибо. И что, люди обрадуются? Да, да. Или они боятся его теперь? Или им стыдно за спинозавра? В чем дело? Где моя крошка? Сделайте его квадропедом. В общем, там прикольная дальше сцена с падением воду в этой гиросфере и так далее. В общем, заканчивается их приключением тем, что они попадают на борт судна, в котором везут динозавров. Транквилизаторов и прочих. Почему оставили врачиху в живых, я сейчас вам скажу. В общем, динозавр подстрелили эту Блю, когда она там начала кусаться, когда ее транквилизатор, она на наемника прыгнула, и тот в нее стрелил с пистолетом. В общем, у нее кровотечения остановить не могут, ё-моё, она единственный медик, единственный медик среди этих сотен людей. И поэтому ей типа говорят, вот спасай динозавра. Динозавр валяется в грузовике, она сидит с этим динозавром, у нее нет ничего там, кроме, не знаю, зажима и шприца, и вот с таким оборудованием. Ей не выделили ни помощника, ничего. Наша героика попадает на судно, тут же ее находит, она говорит им, Блю, короче, нужно переливание крови. И смотрит так на всех, как будто нужна типа человеческая кровь. А потом говорит, возьмите у кого-нибудь динозавра крови. Вот типа с таким уровнем тупизны нам приходится иметь дело. Я не говорю там про разные виды, про то, что возможно этих динозавров разделяют миллионы лет эволюции и прочего дерьма. В конце концов, если уже у них типа совместимая кровь, тогда мы должны признать, что на самом деле это никакие не динозавры, а просто мутанты, которые выглядят так, как представляли динозавров в конце 80-х. Кровь, естественно, они берут у тираннозавра, потому что е-е, тираннозавр, все любят тираннозавра, нам надо показать тираннозавра. Ну и всем же известно, что самые близкие родственники это велоцирапторов, это тираннозавры. Там будет эта сцена из трейлера. Кстати, ни одного трейлера я до просмотра фильма не смотрел, поэтому пришел совершенно чистый. Сейчас посмотрел трейлеры, там показали по сути весь фильм. Если вам вообще западло ходить, я правда не рекомендую ходить, но все-таки хочется узнать, что там происходит. Просто посмотрите трейлер, и вы ничегошеньки не потеряете. Ну, знаете что? Вот этот Крис Прэтт и Клэр Редфилд, они типа все-таки сматываются, у них стелс лучше прокачан, а негра ловят. Он говорит, что грузчик. Вообще не он говорит, что он грузчик, а это чел, который его поймал, считает, что он грузчик. Ты что, грузчик? Он давай, иди грузи, короче. И он пропадает из фильма. Вот почему я сказал, что в первой половине он, короче, там ныл и жаловался. Во второй половине фильма он пропадает. Он уходит работать грузчиком и появляется только под конец фильма. Оказывается, он из грузчиков под конец дня дослужился до фармацевтов или кто там, не знаю, медицинский вообще какой-то персонал, который лаборант, наверное, лаборант называется, до лаборанта, из грузчика до лаборанта. Помогает профессору, ой, не профессор, он доктор Генри Ву. Вот наш персонаж с первого фильма. А знаете, как было бы круто, если бы, допустим, Генри Ву встретил Яна Малкальма, Малкальма, выговорил фамилию, надеюсь, правильно. Ну нет, опять же, у него роль тоже такая минимальная совершенно. Он там приходит несколько раз, говорит о том, что нельзя так делать, нельзя так делать, нельзя, типа, спешить, мне нужно время, мне нужно время. А значит, Крис Редфилд, Фу, Крис Редфилд. Ладно, давайте считаем, что они поженились и взял он фамилию, короче, жены, и теперь они Крис Редфилд и Клэр Редфилд. Они не брат и сестра, это другие персонажи. Они, короче, садятся в Горзовик. Как все организовано? Как такое возможно? И в составе колонны везут динозавров в поместье нашего злого бизнесмена. Тут надо пояснить, этот злой бизнесмен поместье не его, на самом деле, поместье друга Хаммонда по фамилии Локвуд, который тоже дед, который при смерти и у него есть как бы внучка. Вот с этой внучкой, кстати, связан единственный поворот, которого я не ожидал. Я думал то, что старая фотография его дочери, в роли которой совершенно явно использована актриса, которая исполняет роль внучки. Я думал, что это просто лень. Лень и раздолбайство. Почему я так думал? Потому что до этого, когда Клэр Редфилд говорит по телефону, по своему классному айфону или что там, наверное, по айфону, потому что в фильмах всегда либо айфоны, но вот в матрице была Моторола, что ли? Не важно. То ее телефон не включен. У нее черный экран. Им так сложно было нарисовать экран или в конце концов позвонить ей на ее сраный номер. Она говорит пустой телефон. Это так глупо выглядит. И ты думаешь, либо людям насрать, которые этот фильм делали, либо Клэр прикалывается. Но вот я посмотрел вот как это называется за кадром, короче, Behind the Sins, которые у нас есть записи, там люди все такие веселые, такие хорошие. Мне даже понравилось больше трейлеров. Сразу видно, что люди, короче, получают удовольствие или умеют профессионально улыбаться на камеру. Да. Так, о чем я? Да, едут они, короче, поэтому... А нет, я говорил про старого мужика, который при смерти, да. И его внучка, которая похожа на его дочку. Короче, спойлеры. Это клоны. Она клон его дочки. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Вот единственное, чего я не ожидал. Ну, прикольно, но как бы... Ну и что, я не знаю. Вот типа как бы поэтому он типа с Хаммондом поссорился. Хотя я опять же не знаю, что у них там за терки. Поймали наших героев. не пристрелили, бросили в тюрячку и сказали, что убьют потом. А мы знаем, что делать в тюрячке. В тюрячке пытаются из тюрячки сбежать. Их сосед, кто-то из семейства пахицефалозавридов, возможно, даже пахицефалозавр, но мне кажется, что это стигималых. Но кажется, что его в фильме назвали в общем, этим сложным динозавром на букву П. которого хрен выговоришь, Крис Прэтт благодаря своему мастерскому посвистыванию заставляет ящера разбить своим кумполом каменную кладку, потом выбить решетку дерьмы, а потом он его натравливает на этих бизнесменов со всего мира. Естественно, они все типа суперкарикатурные, у нас есть даже люди, приехавшие наверное, стихащины с окрученными усами в белых шляпах. Есть и какой-то браток из... его называют наш друг из Восточной Европы. Зачем ему динозавр? А, да-да-да, я помню, он же покупает. Он, кажется, и обычного там кого-то купил. Ну, естественно, он там выложил 30 миллионов за Индораптора. Кстати, мне кажется, это из-за того, что я живу в России, или 4 миллиона за динозавра это очень мало. Стартовая цена за каждого динозавра это 4 миллиона долларов. В основном они уходят долларов по 20. Просто если сравнить с каким-нибудь стадионом, чё-то как дёшево! Могли бы, ё-моё, десяток динозавров прикупить! Опять же, я не знаю. Окей, может быть, у Клэр там какая-то своя агенда, ё-моё, зелёная и так далее. Но чё тут, короче, Крис ё-моё, пред забыл? Он забыл свою любимую Блю. Пусть хватает свою Блю и убегает с ней. Кстати, в финале фильма он к ней так и обратится, типа, Блю, пойдём со мной! Мы, нам, нам, типа, будет круто, все дела! Она не пошла, она убежала. Наверное, типа, третий фильм тоже будет, продакон гоняется за Блю. Блю, ну, пожалуйста, навернись! А, так, да. Продают они, значит, динозавров на аукционе, а вот этот страшный пахицефалозавр их раскидывает туда-сюда вместе со стульями. Его на лифте там прислали вместе с Крисом, ё-моё, Прэтом. Крис Прэт всех бьёт, короче, по морде, этот бьёт всех типа куполом по кумполу и так далее. И там в клетке сидит страшный-страшный индоминус рекс. Фу, рекс, индоминус рекс. Но они похожи так. Индораптор. Короче, разбежали все люди, чёрт знает куда. Остался этот индораптор один. Тут приходит, типа, самый главный, самый злой наёбник, ё-моё, мужчина преклонных лет, который собирает зубы динозавров. Почему это делать, я до конца не понял. Сначала я думал, что он собирает ДНК. Потом мне показал, знаете, он такой простой, он может себе чисто ожерелье собирать. У него, типа, такая фишка. И он, типа, ммм, фига себе, какая махина. А вот от такой хреновины у меня зубы нету. Всаживает в него, типа, два дротика со снотворным. Ну, Индораптор, типа, делает вот так. А, да. Суперкартинный, короче. Засыпает. Мужик открывает дверь. Заходит в клетку к этому динозавру. Что по ровню идиотизма сравнимо с капитаном корабля из чужого завета, который засовывает голову, ё-моё, в это яйцо чужих. Этот засовывает пиццу, этот засовывает в пасть. Засовывает свой, ё-моё, инструмент и пытается зуб выдернуть. У него не получается. В это время, в лучших традициях лунитюнс, у Индораптора, типа, поднимается хвост. Это, типа, оборачивается. Он хвост, типа, это, опустил. Типа, что за дела? Хвост подел? И тут Индораптор, короче, приоткрывает глаз и улыбается, короче, зрителям, такой, типа, вы тебе попали, как этот Банни, я мой, подмигивает. И тут уже и мужик понимает, что, типа, что-то не то. Но и в общем съел он этого мужика, причем съел по частям. Вот это был единственный эпизод в фильме, когда кого-то съели. И это показали. Сначала намоткнул всю руку, потом что-то там еще, потом там заблюрили и так далее. Вот это, как раз, был тот момент, когда папка справа начал. Оберегать своего сына. До этого все было нормально, это уже, это уже перебор. Но и фильм, опять же, знаете, он меняется слегка стилистически, потому что вот этот особняк, это подземная лаборатория, этот Крис и Клэр Редфилды. Знаете, все это мне напоминает одну компьютерную игрушку, в которой выращивали биологическое страшное оружие, которое ползало по потолкам. Как называется, я не помню. В общем, это страшное биологическое оружие вырывается и начинает кушать людей. В это время, давайте я вам скажу, что происходит с Блю. Блю, в общем, спасли, но в ней теперь кровь тираннозавра. И поэтому это делает ее непригодной для клонирования, то ли, в общем, для того, чтобы на ее основе создать других типа послушных рапторов. Типа, она такая уникальная, потому что, ну да, понятно, идет селекция, там и отбор. Хотя, конечно, удивительно, что они на четырех рапторов, которых у них были, типа смогли так быстро добиться результата. У них же там какое поколение? Я не знаю, они их разводили поколениями или не поколениями, потому что, я так понимаю, это у них был первый выводок рапторов, и просто была такая одна особенность. Это даже был не какой-то отбор, это, скорее всего, был какой-то генетический сбой. Тогда, конечно, разумно предположить, что они собираются использовать ее геном для создания своих будущих супер динозавровых солдат. Динозавровые солдаты. Блю. А что же там случилось? Она сидит в клетке. А, да. И вот в этот момент мы узнаем, что Нягар жив. Потому что вот как раз ему этот Генри доктор Вуд что-то говорит, типа, дай мне, типа, два кубика того, три кубика сего. Я думал, он на этом моменте спалится. А не он пошел что-то там собирать, собирать, но он просто взял этот транквилизатор и всадил в уфше. Причем нам в начале фильма говорили, это, типа, опасная фигня, там чуть-чуть, типа, дозу превысишь и все, каюх. Но, видать, короче, доктор Вуд может выдержать, я так понимаю, динозавровую дозу, потому что я более чем уверен, что в следующем фильме мы его наверняка увидим, где он совсем сойдет с ума и будет делать не знаю, шестилаповых огнедышащих летающих драконов. Да, вот это Блю, короче, вырывается там, наемников раскидал, вот вы это в трейлере можете видеть. Там еще чуть-чуть и это будет, короче, у них с Кристом Преттом может быть дуэт, они могут играть в фильмах, типа, смертельное оружие, типа того. Рик и Морти могли бы сделать такую пародию во втором сезоне, я думаю, без проблем на своем этом межпланетном телевидении или как это называется. Подкинул бесплатно идею. Помп-парам. Да, и там все начинает взрываться, в баллонах идет, короче, газ и прочее дерьмо, и динозавры, которые там сидели в клетках, они типа все задыхаются. Кроме того, что пожар, как бы, ну пожара мало, там еще и газ какой-то все типа плохо. Слушайте, а как он этот эндоминос раптор? Слушайте, а что он делает этот эндоминос раптор? Я пытаюсь вспомнить, как он оказался на крыше, зачем он залез на крышу? Ладно, не важно, чем он залез на крышу, главное, он там начинает гоняться ее мой за этим Преттом, Клэром, кто там еще? И маленькой девочкой. Помните маленькую девочку? Вот она там существует, чтобы бегать от этого велосераптора. Понимаете, в чем дело? Всех велосерапторов убили, у нас осталось только Блю. Блю по определению хорошая, она не может ни за кем бегать, поэтому пришлось сделать дополнительного велосераптора, чтобы он мог бегать за маленькой девочкой, чтобы маленькая девочка могла прятаться в маленьком шкафчике. Вот так, да. Причем, в один момент Крис Претт делает совершенно гениальную идею, предлагает, он зачем-то врубает, короче, электричество. Что-то типа было темно, и этому эндоминосу было сложнее типа их найти. Я не по логике, я думаю, эта фигня типа видит в темноте совершенно нормальный, иначе какой смысл? Если мы типа выращиваем биологическое оружие, я наверное позабочу, чтобы в нем был встроен прибор ночного видения. Опять же, я хочу повторить, что этот эндоминос, этот эндораптор проигрывает Терексу, Терексуи, эндоминосу Рексу, потому что, как я уже сказал, не умеет становиться невидимым. А вот вы прикиньте, вот такая же фигня, только еще и невидимая. А он еще плеваться, наверное, умеет, а не? Я, кстати, обратил внимание, у этого старого эндоминосу у него, кажется, были такие, как у змеи во рту, железа какие-то, что ли. А у этого пасть больше на крокодила похоже. В общем, заканчивается все дело тем, что залезает он на крышу и лезет в комнату девочки. Она там спряталась, сидит под одеялом, типа вся дрожит. Этот эндоминос открывает дверь, с балкона входит такой, знаете? И его все время показывают, кстати, вот это очень прикольно. Его все время показывают силуэтом, часто показывают его силуэт. И у него руки такие, когти, длинные, серповидные. И он очень похож на Носферату. Когда показывают его в профиль, его тень, которая ползет там по стене или что-то, вот с этими руками, это чисто Носферату. Но вот когда он залезает на крышу, допустим, и воет на Луну, опять же, это чистый оборотень. Вот эта тема киношных монстров, условно говоря, я могу видеть, в каком направлении они двигались, но на мой взгляд, тема не раскрыта. Ну, во-первых, потому что он появляется слишком поздно, а во-вторых, потому что весь фильм не вертится вокруг него. Но, опять же, я же вам говорил, фильм можно разделить как бы на две половинки, вот допустим, как и, ё-моё, этот Lost World. В данном случае, мне кажется, фильм надо было делать более камерным и всё-таки найти какую-то одну тему и вот уже плясать вокруг неё. Мне кажется, что было затронуто очень много различных тем по поверхности, что, условно говоря, может быть, пошло на пользу многообразию для такого длинного фильма. На мой взгляд, было бы лучше сделать фильм, ё-моё, покороче и просто сконцентрироваться на какой-то одной проблеме. Взять её и хорошенько так проработать. С душой. Буром, ё-моё. Ну да, и вот он собирается уже... Ну, он же, знаете, он не может просто броситься, как на всех остальных сажать. Нет, он типа должен медленно подходить, потому что правила фильма и так далее, тянуть свою лапку к ней вот так. Это I don't drink wine или чё там это The Children of the Night. Вот это про него было. И тут в последний момент врывается, нет, врывается не Крис Прэт, врывается Блю и бросается на этого Индоминуса, чтобы типа защитить. Нет, стоп, вру, вру, нет, сначала врывается Крис Прэт, сначала врывается Крис Прэт и стреляет в Индоминус с транквилизаторами. А ему похер. И тогда, короче, прибегает Блю и бросается и типа спасает девочку и у них типа там бой не идёт, короче, Блю versus этот Индоминус, они там забираются на крышу, туда, сюда, прочее дерьмо, потом прибегает Клэр с этой пушкой. Там этот Индораптор запрограммирован бегать как кошка за лазерной указкой. Но там ещё есть такая фишка, он не только может бегать за лазерной указкой, а если там типа ещё сигнал подашь, то он всё, он типа звереет и бросается на это место и типа Крис Прэт пытается этот я превращаюсь к улицу, пытается типа превратить это в слабость, типа Клэр на него нацелит, он на него бросается, Крис Прэт делает классный перекат, вообще, знаете, он там всё так от динозавров перекатывается, вот какая-то там тираннозавр кусается, ё-моё, в этой сцене, где они кровь берут, он, знаете, он прям, ему через пасть вот так, фига себе, ё-моё, мартышка. Ну, в общем, эта тема не прокатывает, но в конце концов Блю всё равно там затаскивает, ё-моё, заталкивает его, пш-пш-пш, в общем, падает наш индоминус на череп какого-то рогатого динозавра, протыкается и подыхает нафиг. Ну, ё-моё, Блю типа на нём стоит и типа рычит такие. Я опять использую, ё-моё, это Аки. Надо что-то с этим делать. И рычит как тираннозавр, только это выглядит не так круто, потому что тираннозавров в 10 тысяч раз больше. Не боитесь, тираннозавра нам покажут. Как я уже говорил, он там съедает одного бизнесмена. Спойлер, спойлер, это самый главный, самый злой, ё-моё, бизнесмен. Он его делит вместе с карннозавром и вот после этого он рычит. Причём он рычит, если не ошибаюсь, второй раз. Первый раз он рычал на острове, когда убил ё-моё, карннозавра. То есть погодите, он его сначала убил, потом карннозавр воскресли, это был другой карннозавр, или он его не убил, я не знаю. Ну, в общем, рычал, ё-моё, тираннозавр несколько раз в своей фирменной позе ё-моё, за фильм. Слушайте, кажется, он ещё и перед титрами ещё один раз рыкнул. Там какая-то странная тема. Там есть гуверданка, они типа говорят девочке, о, типа, ты такая дикая, типа, тебе типа можно что-то из разряда со львами в лесу жить. А девочка типа ей говорит, а львы не живут в лесу. И потом нам перед титрами показывают льва в лесу, и там типа тираннозавр типа на него рычит. И я типа такой, вот это поворот. Это, кстати, было после или, короче, в районе сцены, где нам показывают этого здорового водного ящера. Мозазавра, боюсь неправильно назвать, который на серферов охотится. Естественно, нам ничего этого не показывают. Это так, знаете, такие почти, ё-моё, бонусные сцены. Так вот, возвращаясь к динозаврам, которые там задыхаются от пожара, вот мы уже вот разобрали со всем этим говном. И у них типа проблема выпускать динозавров, динозавров наружу, не выпускать динозавров наружу. Какая проблема у Клэр, я не знаю, потому что она типа, она же типа ехала типа их спасать, и вообще она типа зелёная и все дела, и должна как бы типа их выпустить. И Крис Претт ей типа говорит что-то из ряда. Пойми, если мы их сейчас выпустим, то назад дороги нет. Мир навсегда изменится, что-то в этом роде. А я типа, а как он изменится? Это 10 типа самок, динозавров. Что они смогут сделать? Они или передохнут через 5 лет, или их типа сожрут, не знаю, дикие собаки. Что? Как мир изменится? Я не понял. Тут большая проблема в том, что если они их выпустят, они пожрут людей, которые снаружи. Это я могу понять. И Клэр типа делает решение, принимает решение, она решает не выпускать динозавров. И я такой, оооо, этот фильм сделал что-то, этот фильм сделал что-то, они решили, короче, замочить динозавров, типа. Нет, они не решили замочить динозавров. Маленькая девочка открывает типа ворота и говорит типа «По-другому поступить нельзя, ё-моё. Что это типа? Это типа? Ну, в общем, вы поняли. Любовь, жвачка, все дела. Динозавров выбегают, давят, короче, этих охранников, которые не успели сбежать, бизнесменов, которые не успели сбежать, жрут там всех, расталкивают и так далее. Заканчивается все тем, что Крис, ё-моё, наш прет и Клэр Редфилд берут эту девочку и уезжают с ней в закат. Я напомню вам, что это не их племянница и даже не внучка, они берут просто чужую девочку и уезжают с ней. Я понимаю, что она теперь сирота и как бы она не совсем, условно говоря, обычная девочка, какой-то там клоун, может быть, у неё даже документов, нет, я не знаю. А может быть, у неё там это, как у Рипли, примесь там динозаврового ДНК. И вот они уезжают в этот закат и нам Блум, Джефф, Голд Блум, говорит свою фигню про теорию хаоса и про то, что начинается новый юрский период, что невероятно тупо мы что будем определять периоды геологические, и потому выпустили, короче, каких-то 11 мутантов из клетки или нет. И типа, как будто бы у динозавра расселились по земле, вот там летит один, ё-моё, террозавр, плавает у нас один этот мозозавр, рычит один террнозавр. И чё? И что-то изменилось? Опять же, я не понимаю, какой вклад, условно говоря, в экосистему могут дать 11 этих самок? Если они будут делать третий фильм, я не знаю, что там может быть. Если они будут как бы продолжать историю вот этих динозавров. Чё-то там блу, ё-моё, сама яйца наложит, ё-моё, life finds a way и так далее. В общем, я говорил 3 года назад, я повторюсь, надо либо совершенно менять всё, стиль фильм, я не знаю, делать фаунд футедж или... ну что-то совсем, какой-то новый свежий взгляд нужен, либо уходить в супер-пупер-трэшак, ё-моё, с динозаврами команды, с которыми высаживаются в раке или типа того, я не знаю. Сейчас это какая-то тупая детская жвачка и вообще лучше вместо того, чтобы потратить деньги на трафик и скачать этот фильм. Вот видите, мог бы искать на билет, нет? Лучше купите себе лего-динозавра, поиграйте в Генри Ву, соберите... Да, кстати, этот ролик не спонсирован конструкторами, но всё равно. Соберите себе тираннозавра, какого-то Трицератопса, я не уверен, это, наверное, это другое сложное название, не могу запомнить, у них такие сложные названия, и какого-то тоже тираннозавра, да, ещё есть четвёртый там какой-то то ли брахиозавр, то ли диплодок, в общем, какой-то зауропод, в общем. Опять же, смотрите, в этом фильме, я обратил внимание, было достаточно много разных динозавров, но все они были похожи друг на друга. Тироподы. И же хрен друг от друга отличишь, они все похожи, ё-моё. Тебя покажут и говорят, это типа молодой алозавр, а ты на него смыслишь и не понимаешь. Этот молодой алозавр очень похож там на барионикса, на, как его там, с рогами такой, карнозавра и так далее. Они там, и знаете, по цвету они все одинаковые, знаете, все какие-то, какие-то грязные, серые, их очень сложно отличить, допустим. Может быть, у них проработан силуэт, но, допустим, если мы возьмем алозавра и тираннозавра, их уже сложно отличить, надо считать пальцы и так далее. Хотя у них, конечно, там разная форма черепа и так далее. Но вы понимаете, к чему я клоню. Допустим, в оригинальном парке, пусть, допустим, это было не исторично и прочее, но они там добавили капюшон, забыл этому динозавру, чтобы как-то его отличить. А тут даже, знаете, никакой раскраски нет. Я об этих перьях, которые всем набили оскомину, я даже и не говорю. Кстати, это достаточно смешно. Типа, знаете, была же такая тема, что, типа, какое-то время все говорили, ууу, все динозавры должны быть в перьях, все динозавры должны быть в перьях. А потом выяснилось, фига себе, а вот у тираннозавров в перьях все равно не должно быть. Да. Какие-то невыразительные, опять же, страшно серые динозавры, вот, казалось бы, где могли бы что-нибудь добавить? Какой-нибудь раскраски интересной. Микелозавры, если кто не знал, в детстве был моим любимым динозавром. Почему? Не знаю. Но мне нравилось, что у него, типа, такая дубинка на хвосте мне казалось, так необычно. Вообще, он такой прикольный. Сейчас, конечно, я бы его не назвал таким. Но, опять же, все-таки вот панцирные животные, не знаю, можно ли их называть панцирными, это достаточно интересная тема. Да, кстати, а вот если вы хотите собрать Индоминуса Рекса или Индораптора, вот есть еще вот такой набор, смотрите. Похоже, похоже тоже, на четвереньках бегает. Это следующая модель, Индораптор 2, мы его продаем нашим друзьям из Восточной Европы. Он идет вместе с крыльями. Офигенная тема. А можете смешать эти два набора и собрать еще какое-нибудь говно, не знаю. Ага. Войд, конечно, чуть дороже, чем, я думаю, билет в кино, но я думаю, вы потратите это время с большим удовольствием. Спасибо за внимание.